Как не оказаться под руинами в собственном подъезде? Этим вопросом задаются жильцы одной из многоэтажек Нижневартовска. В коммунальном казусе в одном из домов на улице Омской разбиралась Анастасия Николенко. На кадрах видно, женщина заходит в подъезд, вызывает лифт и шагает в кабину. Через доли секунды на лестничной площадке осыпаются потолочные конструкции. Не иначе как чудо, что успела. Жильцы дома говорят, это уже не впервые, поэтому даже немного страшно здесь проходить. Как мы видим, дыры еще не залатали. Виктор Лапин живет в этом самом подъезде на Омской, 25. Он считает, женщину, если и не придавило бы, но запросто могло покалечить. Общий вес конструкции в среднем от 3 до 5 килограммов. У нас регулярно эти обрушения. То есть мы здесь уже живем пятый год. Каждый раз это постоянно свисают вот эти вот потолки. Именно они не всегда так обрушаются, но зачастую часть панелей свисает так, что просто опасно проходить с детьми, либо с мамой идешь, оглядываешься. Буквально неделю назад у нас есть домовая группа. Неделю назад у нас уже был подобный случай, когда это все рухнуло. Тогда отписались группы. Было много негодования. Поэтому состояние подъезда, потолков, по крайней мере, здесь очень утручающее. Проблему могла бы решить управляющая компания. Однако из раза в раз находится оправдание. Теперь вот ссылаются на подрядную организацию. Со слов главного инженера управляющей компании «Жилищ и сервис», можно подумать, это фактически штатная ситуация. Сейчас в доме проходит капитальный ремонт инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения. Только вот после замены труб подрядчик некачественно собрал конструкции. На сегодняшний день данные работы еще не были предъявлены нам к выполнению. То есть мы приемкой их еще не осуществляли. Уже по факту обрушения этих конструкций мы провели их обследование. И выявили, что причиной данного происшествия произошло допущенные строительные дефекты в процессе работы. То есть в процессе монтажа не был рассчитан правильно объем необходимых подвесов на несущих конструкциях потолка. Что привело к его провисанию и последующему обрушению. Конструкции должны смонтировать к 5 февраля. Но теперь к подрядчику будут применены штрафные санкции. Кроме того, плитку для потолка и несущие кассеты ему придется покупать уже за свой счет. Анастасия Николенко, Александр Черник, Вести Югория, Нижневартовск. Субтитры создавал DimaTorzok